Гитлер-Югент, молодежная организация НСДАП, национал-социалистическая рабочая партия, была создана при гитлеровской партии в 1926 году, как детское и юношеское движение, призванное консолидировать, объединять и воспитывать немецкую молодежь в духе национал-социализма. Организация подразделялась на две возрастные и две половые группы, на мальчиков, юношей и девочек-девушек, и на следующие возрастные категории, мальчики и девочки, от 10 до 14 лет, младшая группа, и от 14 до 18 лет, старшая. Младшие группы мальчики, дойче, юнгфольк, девочки, юнгмедельбунг, старшие группы юноши, гитлерюгент, девочки, бунтдойчермедель. Обычно в просторечии всех членов детско-юношеских организаций НСДАП называли просто гитлерюгент. У каждой группы были свои символы и знаки отличия. Гитлерюгент был одним из любимейших детиш Гитлера, из речи самого Адольфа Гитлера. Это молодежь, она не учится ничему другому, кроме как думать по-немецки, поступать по-немецки. И когда эти мальчики и девочки в 10 лет приходят в наши организации и зачастую только там впервые получают и ощущают свежий воздух, «Через 4 года мы отдаем их в Гитлерюгент, где мы оставляем их еще на 4 года. Последующие 2 года займется вермахт, а когда они вернутся через 2 или 3 или 4 года, мы сразу же возьмем их ВСА, СС и так далее. И они больше никогда не будут свободными всю свою жизнь». Вот так немецкий фюрер расписал весь план жизни для настоящих и будущих немецких поколений. Последняя фраза этой очередной пламенной речи Гитлера, пожалуй, является ключевой. «Они никогда не будут свободными всю свою жизнь». То есть, если перевести слова всенемецкого мракобеса на обычный язык, звучать это должно примерно так. Для недочеловеков низших рас у нас будет концлагерь ужасов, а для истинных арийцев – льготный концлагерь. Со всем комфортом и удобствами, но тоже никаких свобод. Вот как-то так, если верно толковать гитлеровскую речь. Как же воплощались в реальности гитлеровские бредовые, человеконенавистнические идеи? А вот как. Надо сказать, что для воспитания духа коллективизма и взаимовыручки одновременно взаимослежки в организации, которую до 1940 года возглавлял соратник Гитлера Бальдур фон Шерах, много внимания уделялось многоплановому развитию и воспитанию подрастающего поколения. Организация с самого начала была идейно милитаризованной, поэтому большое значение придавалось спортивным занятиям. Кроме этого, практиковались походы на природу, в труднодоступные места, совместные просмотры фильмов и театральных постановок. Также большое значение придавалось церемониалам. Например, прием в организацию проходил в торжественной обстановке раз в году – 20 апреля, в день рождения Гитлера. До 1935 года вступление в молодежную организацию нацистов было добровольным. Однако с 1936-го стало обязательным. Ограничения были связаны с состоянием здоровья и национальным происхождением. Естественно, что принимались лишь дети немецких семей или близкородственных немцам наций – голландцы, бельгийцы, датчане, шведы, норвежцы, англичане, французы и итальянцы. Дети с родителями или предками славянского и тем более еврейского происхождения не принимались или исключались, если в их расовом происхождении выявлялось нарушение чистоты крови. Форму для юных наций, как и для взрослых, производила все та же знаменитая Хьюго Бош, из-за чего эта трендовая кампания до сих пор оправдывается перед своими критиками. Пропаганда была поставлена на широкую ногу, поэтому десятки тысяч мальчиков и девочек мечтали, чтобы им поскорее исполнилось 10 лет для вступления в организацию имени фюрера. Фюрера, который денно и нощно, как они думали, заботится о судьбе немецкой молодежи. На самом-то деле этого паранойка немецкая молодежь интересовала лишь как материал для армии стойких оловянных солдатиков, призванных ценой своих жизней воплотить его бредовые людоедские планы. Прозрение к тем, кто выжил и пережил войну, пришло уже после того, как был повержен созданный психопатом, человеконенавистнический рейх, и то не ко всем. Многие так и остались, если не явными, то тайными фанатами фюрера. С приходом к власти нацистов вся жизнь в Германии подверглась тотальной милитаризации. Это в первую очередь сказалось на молодежи. Мальчиков Гитлер-Югенда учили обращению с оружием, спортивным упражнениям, выносливости, организованности. Девочек правильно вести домашнее хозяйство, быть прилежными женами и будущими матерями. На первый взгляд, во всем этом нет ничего криминального. Однако следует помнить, что все эти мероприятия сочетались с нацистской идеологией. К тому же реальная жизнь всегда отличается от отчетной и докладной. Так было и с Гитлер-Югендом. В реалии эта организация стала местом, где девушкам и юношам внушали беспрекословное повиновение старшим, приучали к полному отсутствию критического мышления и прибивали ненависть ко всему, что не вписывалось в рамки нацистской, человеконенавистнической, геббельсовской пропаганды. Поскольку фюрер был психопатом, то и в его окружении не все были адекватными, а в низовых звеньях нацистских организаций тем более хватало разных людей. В Энсдап и сопутствующих военизированных структурах было немало извращенцев и психов, в руки которых и попадали немецкие дети. Случаи физического насилия, в том числе и связанного с половыми домогательствами, были нередкостью. Так, на Нюрнбергском съезде немецкой нацистской молодежи в 1936 году всплыли неприятные для гитлеровских бонз факты. Около 900 тысяч несовершеннолетних девочек из Лиги немецких девушек оказались беременными. Многие стали жертвами насилия, как со стороны сверстников, так и взрослых наций. В результате злые языки даже внутри самой партии называли между собой эту Лигу Лигой Бесплатных или Немецких Матрасов. Но насилию подвергались не только девочки. Извращенцев, как уже было сказано, хватало. Поэтому доставалось и мальчикам. Так, например, во время Ночи Длинных Ножей 30 июня 1934 года лидера С.А. Эрнста Рэма застали в постели с 12-летним мальчиком. И это был не единичный случай. Дети из Гитлер-Югенда, подвергавшиеся насилию, как правило, боялись кому-то об этом рассказывать. Во-первых, чтобы не подвергаться злым насмешкам и оскорблениям со стороны сверстников. А во-вторых, просто боялись своих взрослых опекунов. Одновременно с этим детей приучали быть стойкими в борьбе с врагами Рейха. Это значит не бояться вида крови, быть готовыми применить насилие против представителей низших рас или тех, кто не согласен с учением фюрера. Часто старшие отрядов, на которые подразделялись региональные команды Гитлер-Югенда, могли подвергнуть избиению провинившегося воспитанника или потребовать, чтобы экзекуцию совершили его же товарищи по отряду. Через несколько лет такого воспитания вырастало нечто садистски ущербное и психически неуравновешенное. Безудержная милитаризация всего образа жизни населения Германии и в первую очередь молодежи, внушение идей расового превосходства и одновременно обезличивание перед старшим и начальством стали визитной карточкой юношеской организации Энсдап. Таким образом, нацистская верхушка Рейха превращала будущее Германии, ее молодежь в безвольных, недумающих, безжалостных исполнителей их бесчеловечных замыслов. По свидетельствам участников освобождения Германии от фашистской заразы, на восточном и западном ТВД самое яростное сопротивление бойцам советской и союзных армий оказывали немецкие юнцы, отряды малолеток из созданного нацистами в сентябре 1944 года «Фолькштурма», куда записывали детей в возрасте от 12 до 17 лет, а в конце войны, в 1945 году, призывали даже 10-летних ребят. Дети, пропитанные нацистской пропагандой и запуганные гебельсовским враньем, сопротивлялись до последнего, даже когда взрослые солдаты или ополченцы уже сдавались в плен. Солдаты, захватив таких 10-14-летних воинов, даже не знали, что с ними делать. Часто давали пинка или подзатыльник и отпускали на все четыре стороны. Поскольку большую часть времени члены молодежной нацистской организации проводили в рядах своих групп и отрядов, то влияние родителей и близких школьных учителей на подростков значительно ослаблялось. Этого и добивались вожди рейха. Им нужно было, чтобы Гитлер-Югент полностью контролировал молодое поколение Германии. Уже к началу 40-х годов прошлого столетия правители гитлеровского рейха могли смело утверждать в наших руках будущее Германии. Это не было преувеличением. Только будущее, то, которое они приготовили, оказалось страшным. Конечно, не вся немецкая молодежь была согласна с таким положением вещей. Мы уже рассказывали о протестных группах среди немецкого студенчества. Были и те, кто категорически отказывался вступать в Гитлер-Югент. Но таких молодых немцев было немного. Таких как Хельмут Хубенер, казненный нацистами в 1942 году в 17 лет. Он был казнен за то, что распространял правдивую информацию о положении на фронтах и разоблачал ложь Геббельса. Этих смелых и достойных молодых немцев были единицы. Они подвергались преследованию и травле. Не только со стороны гестапо, но и травле от своих сверстников, пропитанных идеями нацизма. Большая же часть немецкой молодежи попала под сильное влияние нацистской пропаганды и готова была реализовывать планы Гитлера в СС, гестапо и других подразделениях нацистской Германии. Честь или смерть? Девиз юных нацистов. Чья честь? Чья смерть? Они об этом не задумывались. Именно из Гитлер-Югенда выходили впоследствии жестокие и безжалостные каратели и надзиратели, надзирательницы фашистских концлагерей. Продолжение следует...